Бывают автомобили, в которых дизайн принесен в жертву практичности Бывает наоборот, когда машина очень красивая, но не самая практичная Но есть и исключения из этих правил Такие, как новый Hyundai Santa Fe Стильный, дизайнерски выверенный и очень удобный в повседневной жизни автомобиль Смена поколений модели в первую очередь заметна по ее дизайну Это характерные особенности в виде многоэтажной оптики Которая разнесена на три условных яруса Это блок дневных ходовых огней, габариты, основные фары и противотуманки В целом автомобиль доступен в России в нескольких комплектациях Все автомобили полноприводные, оснащаются автоматической коробкой передач Но с двигателем бензиновым 2,4 литра, 188 лошадиных сил у вас будет 6-ступенчатый автомат А с 200-сильным дизелем 2,2 литра у вас будет 8-ступенчатый автомат У нас на тесте как раз дизельный автомобиль с 200-сильным мотором 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и тремя рядами сидений На самом деле это очень важно, поскольку в прошлом поколении модели делились на Santa Fe и Grand Santa Fe Grand Santa Fe отличался в первую очередь наличием третьего ряда сидений Сейчас Grand Santa Fe не будет, поскольку в качестве опции вы можете заказать для обычного Santa Fe Третий ряд сидений и получить 7-местный автомобиль Если вы думаете, что это будет очень тесная машина, очень некомфортная, ничего подобного Автомобиль в новом поколении стал больше, он увеличился в длину, он увеличился в ширину И самое главное, стала больше колесная база Это означает, что инженеры смогли без всяких проблем унести туда третий складной ряд сидений На котором вполне комфортно будет даже взрослым людям Что самое приятное, это не просто какие-то сидения с ремнями безопасности Там есть еще и климат-контроль, есть подстаканники, полочки То есть если вам нужно уехать большой компанией куда-то за город, куда-то в путешествие Никаких проблем с размещением пассажиров у вас не возникнет Hyundai Santa Fe нового поколения, как и любая современная машина Особенно в топовой комплектации, очень комфортно в городе по одной простой причине У вас не только есть автомат, который делает движение в городском трафике очень, скажем так, плавным Очень удобным, очень комфортным Но и обилие систем активной безопасности, которые страхуют в ситуациях, где вы немного отвлеклись от дороги Начали перестраиваться, не посмотрев в зеркало На все эти случаи у Hyundai есть целый арсенал электронных систем То есть это мониторинг слепых зон, это система автоторможения перед препятствием Так что вы всегда можете быть спокойны, даже если вы отвлекаетесь, если вы не очень сосредоточены на дороге И очень приятно отметить, что проекционный дисплей, который сейчас становится практически стандартом для современных машин Hyundai отображает не только скорость текущую, но и также показания с датчиков мертвых зон Которые отображают препятствия справа либо слева И другая информация, то есть можно настроить все, что вам нужно видеть в дороге Вам не приходится переводить взгляд на панель приборов Просто смотрите вперед и видите все, что вам нужно где-то там над дорогой за капотом Ну и очень хочется сказать большое спасибо инженерам Hyundai, которые сделали цифровую панель приборов В сочетании с традиционными стрелочными индикаторами По одной простой причине Некоторые компании отдают предпочтение только стрелкам Другие все выводят в цифровой формат Но не каждую информацию удобно и комфортно считывать с дисплея Здесь же у вас большой экран, который меняет свое оформление в зависимости от видов работы силовой установки И всю информацию необходимую вам отображает очень наглядно То есть даже на секунду можно перевести взгляд, считать все, что вам нужно И ехать дальше, сосредоточившись на дороге Это очень приятно Мультифункциональный руль, который позволяет управлять мультимедиа телефоном и другими системами Тоже очень приятен на ощупь и в работе Поэтому в этом плане Santa Fe никаких нареканий Это очень комфортабельно, это очень удобная и очень приятная машина Которая вселяет в тебя такую уверенность И ты едешь не в стрессе, в постоянном от того, что вокруг происходит что-то непонятное Какой-то хаос творится на дороге Ты расслаблен, ты можешь без лишних затрат сил и нервов просто ехать на сотни километров Никакого напряжения поездка не вызывает Очень интересно, что характерный многоэтажный дизайн нового Santa Fe не только в дизайне кузова, но и в интерьере То есть вот эта передняя панель сделана очень интересно Такие многослойные линии, многослойные элементы С точки зрения эстетики очень приятные ощущения Но самое главное, что это не пошло в ущерб эргономике Потому что у тебя основные органы управления, мультимедийные системы, климат-контролем Какие-то разъемы для гаджетов, они разнесены на несколько условных этажей То есть наверху у тебя мультимедийная система с сенсорным экраном, с блоком управления Очень приятный отклик, очень хорошая графика Радует, что не стали отказываться от физических кнопок Поскольку вот когда-то за рулем гораздо проще, гораздо удобнее и безопаснее нажимать физические кнопки А не искать на сенсорном экране какие-то элементы, которые тебе нужны Ниже у тебя расположен блок климатической системы И здесь тоже нужно сказать спасибо за то, что не стали отказываться от отдельного экрана Потому что сейчас есть такие не очень приятные тенденции Когда индикацию работы климат-контроля выносят на отдельный, скажем так, подменю в мультимедия То есть ты крутишь настройки температуры здесь Отображается у тебя где-то это все наверху в другом месте Не очень удобно смотреть Здесь же у тебя дисплей Ты все видишь наглядно и очень комфортно Чувствуешь себя даже на ходу, когда меняешь настройки температуры Ну и еще ниже у тебя кнопки управления подогревом вентиляции сидения В передних креслах ты можешь не только их сделать погорячее, но и в жару использовать вентилятор для охлаждения Подогрев руля очень важный, очень приятный в наших климатических условиях опция Которая буквально через пару недель уже станет актуальной, я думаю, с учетом того, какая погода у нас стоит Ну и в самом низу, в основании центральной консоли у тебя разъемы для мультимедиа Это USB, AUX, это несколько розеток, то есть можно подключить все туда гаджеты И самое приятное, это беспроводная зарядка для мобильного телефона Сейчас, когда у нас все телефоны уже можно подзаряжать, просто положив на площадочку Это очень важно Ты не заморачиваешься с проводами, просто бросил свой смартфон, сконнектил его с мультимедиа Телефон заряжается, звонки принимаются, ты можешь отвечать, слушать музыку Великолепно и очень приятно, что такие опции становятся золотым стандартом для этих машин Отдельно хочу сказать спасибо дизайнерам за выбор вот такой вот тканевой обивки для потолка и стоек По одной простой причине, мы привыкли к тому, что у нас либо белая некая ткань Либо в дорогих комплектациях в спортивных автомобилях черная Здесь вот такой очень необычный по фактуре, по узору рисунок Ну это создает совершенно другое впечатление, это такая атмосфера уюта на самом деле И не в каждой машине такое встречается, и это действительно такая фишка нового Санта-Фе Когда у тебя не только практично, но еще и очень атмосферно декорирован интерьер Это радует Очень приятно, что камера заднего хода такая, скажем так, многофункциональная В том плане, что это не просто траектории движения машины, не просто вид сзади Но и возможность выбора различных вариантов То есть можно выбирать угол, отдельно стороны для осмотра машины Вот такой вот вид сверху Это очень функционально, очень помогает, когда ты маневрируешь в стесненных условиях И не у всех машин такая история есть Режимы электроники Smart, Comfort, Eco и Sport Они меняют не только, скажем так, характер силовой установки и коробки передач Но еще и влияют в том числе на распределение крутящего момента по осям Если вы понимаете, что у вас такая достаточно, скажем так, сложная ситуация Покрытие под колесами требует передачи крутящего момента на обе оси Можно кнопкой включить полный привод И у вас будет идти тяга на обе оси Чтобы можно было преодолевать, скажем так, такие относительно пересеченные дороги Тестовый автомобиль оснащен 200-сильным дизельным двигателем Это означает, что у вас всегда есть запас тяги А 200 лошадиных сил позволяет вам без всякого сомнения идти на обгоны на загородных трассах И вообще, в принципе, вести себя на дороге достаточно динамично Но, разумеется, в рамках правил дорожного движения С точки зрения проходимости, это все-таки кроссовер У него, конечно, почти 20 см дорожного просвета Этот показатель увеличился на 10 мм по сравнению с предыдущим поколением Здесь есть электронные системы В частности, блокировка межосевого дифференциала Которая позволяет вам перебрасывать крутящий момент в равной степени на переднюю и на заднюю ось Это все-таки улучшает проходимость на грязи, в грязи, на пересеченной местности Но нужно помнить о том, что это все-таки городской кроссовер, который позволяет вам выбраться с семьей, с друзьями на природу Но все-таки не позволяет вам участвовать в серьезных внедорожных соревнованиях Потому что эта машина для этого не приспособлена Но если вы выбираетесь на природу, если вам нужно преодолеть какую-то размытую дорогу по пути к вашему загородному участку Этот автомобиль с этим справится без всяких проблем Особенность в том еще, что можно отключить дополнительные электронные системы, которые вам могут мешать при движении по сложному такому покрытию И эта машина проедет практически везде, где вы захотите Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!